Итак, всем привет, с вами Добрая. Продолжаем играть в World of War II за Советский Союз. И в прошлой серии мы начали успешную серию контр-атак и начали успешно возвращать себе территории, потерянные до этого в немецком наступлении. И я тут уже придумал, как мы будем наступать. У нас здесь есть куча разных этих приказов, но в основном это все ради планирования сделано. То есть реально я могу и не наступать, я все руками буду продолжать делать пока что. И вот что сыграет большую роль в нашем контр-наступлении. Мы отправляем сюда, во-первых, дополнительные пехотные дивизии, во-вторых, дополнительные танковые дивизии. И я думаю, нам вполне реально здесь пробиться, плюс флот нам здесь поддержит, поможет. И пойдем мы на север, плюс-минус, возможно, сюда, но я хотел бы, честно говоря, не забредать сюда, потому что здесь все территории это вражеские. То есть, ну, контролировать этот полот, все будет сложновато. У меня все-таки идея пробиться на север, захватить какие-то украинские пункты снабжения параллельно, атакуя со севера на юг. И тоже вот эти какие-то белорусские пункты снабжения, плюс-минус. И потихоньку, кстати, вот ЖД будут сужаться, сужаться. А основные ЖД как раз кидут вот здесь вот. И, в принципе, вот на севере здесь вот. Если мы сможем их и их забрать, то все вот здесь останется плюс-минус без снабжения. Так что, примерно такой вот план. Единственное, надо некоторое время, пускай все перетягивается. А здесь на севере вот эти дивизии у нас дообучаются. Они будут помогать потом удерживать западный фронт. Потому что, смотрите, мы если будем делать такую атаку, то у нас надо будет еще запада защищаться. И вот это все окружение тоже. Иметь хотя бы некоторое количество дивизий в каждой провинции вокруг этого окружения, чтобы его постепенно сужать. Что, ну, если оно получится вот таким вот, то нужно будет просто огромное количество сил, чтобы не дать немцам из него выбиться, выйти как-то. Вот. На этом, я думаю, наши планы, в принципе, готовы. Наше производство сияет. Мы уже делаем по 10 яков в день. И это только половина нашей эффективности. Там будет, я думаю, больше досадки под конец. Ну, мы еще что-то подисследуем. Вот. Единственное, набирается оно не так быстро, потому что мы занимаемся объединением концернов. Это работает так, что вот оно снижает объем и рост эффективности. Зато оно дает нам вот эти вот атаки и защиты. То есть они вот эти вот дебафы до конца выбивают. Как я сказал, с планами это все. Поехали. А еще мы продолжаем следовать бронетехнику. Тут уже ИС скоро будут, потом сразу пойду в ИС-2, конечно же. И, я думаю, есть смысл еще выйти здесь в дополнительные техи. Поставить С-100, добавить их тоже в танки на противотанку. Вот так вот она у них огромная. Ну, и бронебойность. То есть, если вдруг там появятся тяжелые танки, в Германии в теории могут быть тигра, да. То нам, конечно, нужно будет больше бронебойности. С-100 нам должно в этом помочь. Ну и плюс, мы выйдем сюда вот, выйдем, скорее всего, в ИС-2. Здесь огромная противопехотная атака, как бы, и, ну, нормальный прорыв. Хотя здесь, конечно, он больше. И, я думаю, мы вот это тоже закинем в нашу дивизию. Кроме того... Ну да. Можно было бы еще сюда вот поставить вместо электрической системы залпового огня. Но она и так тоже дает нормальные бафы. Посмотрим, подумаем. Может быть, поменяем. Может быть, нет. И нужно будет подумать также, когда мы исследуем следующие, как раз, РСЗО. Ну и вот она уже, в принципе, готова. 66 дней. Время исследования. Апается она... Давайте посмотрим, насколько. Слушайте, очень солидно. Прорыв прям очень солидно. Пехотная атака, ну, нормально. Я бы сказал. Так что, да. Мы, я думаю, обязательно будем ее улучшать. И вот танчики у нас переезжают сюда. Здесь я гранд-стрелков своих отправил немножко потренироваться. Им нужно тоже лвла нагнать. У нас пока есть такая передышка. В принципе, она у нас будет очень долго, на самом деле. Мы можем покачать своих ребят. Типа вот этих, которые здесь слабенькие. Конечно, хотелось бы и вот здесь вот есть некоторые дивизии, которые слабенькие. Но на фронт их отвезти, к сожалению, нельзя. А на фронте качать их, ну, смертельно опасно. Так что, этим мы заниматься там не будем. И у нас тут появился опыт на доктрину. Качаемся танковые. Здесь вот чуть больше противопехотной атаки. Но здесь больше защита-прорыв. И противотанковые тоже на 5 больше. Скорость выполнения 2% нам уже, ну, как бы, нон-фактор, как говорится. Так что беремся, бой на дальней дистанции. И потом еще возьмем вот этот тоже прекрасный баф. На кучу организаций, прорыва, супер вещи. А вот ИС-1 готов. Давайте сразу ИС-2. Почему бы нет? И здесь вот у нас вместо КВ-1С мы будем делать... Давайте-ка, это устаревает. ВТ-7, кстати, говорят, тоже, наверное. Ну ладно, давайте не будем мешать. ИС-1. Можно даже подумать о том, чтобы его немножко чем-то улучшить. Другой вопрос. Нужно ли нам хоть что-то ему дополнительное добавлять? И сколько это стоит? Типа, в теории, да? А на практике, не знаю, ну, тоже, наверное, да? Почему бы, как бы, и нет? Ну да, здесь... Можем еще чуть-чуть выдавать. Но скорость, наверное, не будем уменьшать. Защита и противопехот на таку? Ну давайте, почему бы и нет? Это стоит всего лишь один опыта. Все еще. На самом деле, два. Я тоже подумал, что это ложь какая-то. Поехали. Эффективность дропнулась, жесть. Потом точно то же самое сделаем с ИС-2. В принципе, их тоже будем качать. На самом деле, можно было сразу с ними только. Ну ладно уже. Вот, дивизии сюда приходят. Здесь скоро начнется праздник. Нашего наступления. Но не спешим, не спешим. Сейчас у нас где-то контур-атаковать, даже представляете? Кстати говоря, по воздуху что у нас? Блин, здесь вот не очень приятно. Нам не сильно здесь нужно, поэтому давайте это отменим. А вот Москву я бы начал в воздухе уже отбивать. По возможности, конечно. Вот таким вот образом. А вы можете поверить, что все это время, я думал, вот это вот отменилось. Но нет. Минус 0,5. А советская промышленность здесь все это время был? А. Я реально думал, что оно отменилось просто во время войны. Но нет. Ну конечно, мы тогда давайте завершим третью пятилетку. Четвертую мы, конечно, не начнем уже, но давайте завершим ее, да. Мы сейчас снизим немножко скорость постройки военных заводов. Хотя, опять-таки, а нужно ли нам это? Нужна ли нам эта политика? В целом, в начале войны она, наверное, нужна была бы нам. Но уже плевать. Давайте возьмем все бафы на исследование ИСУ-152. Все-таки мы, опять же, будем ее исследовать. Потратим чуть меньше времени на это. И особое поручение можно нажать. Нажимаем, потому что кабанового ресурса постоянно не хватает нам. Максимум, кстати говоря, 200 текущие. Приятно. В Южно-Африке, тем временем, начинается гражданская война. Интересное развитие событий. Ну, допустим. Мы же планируем, что мы тут будем делать. Слушайте, немцы пригоняют все больше и больше авиации, так что нам надо прекратить, пожалуй. Я бы сказал, давайте вы поедете куда-нибудь. А вы можете тренироваться не воюем в воздухе, да? Вроде могут. Да, отлично. Пускай они потренятся тогда, чтобы эту штуку убрать. И плюс мы еще вот здесь вот уберем через концерны. Вот там можно будет уже попроще попробовать повоевать. Вообще, блин, нет. Давайте-ка все-таки получим политку. Политки не хватает. Мне нужно и военную пропаганду нажимать, и вот эти кнопочки тоже достаточно полезные. Так что надо подумать над этим и решить, что политка все-таки нужна. Еще бы я хотел, кстати говоря, на плюс 10 атаки получить кнопочку, и под ней уже начать наступление. Итак, пошла наша попытка пробиться из Крыма. И, ну, шансы есть, хотя, конечно, душновато, душновато. Как бы, атаки у них тоже хорошие. Спасаты мы примерно равны, но этого мало для того, чтобы пробиться. Чтобы пробиться, нужно, чтобы все-таки было какое-то преимущество. Сюда истребители закинули наверх. И, я думаю, вполне себе нам стоит еще и вот так тоже сделать. Еще и побомбить. Плюс у нас ударные бомбардировщики уже какие-то есть тоже. Давайте это сюда закинем. В принципе, я вижу, начинаю уже какие-то... Какие-то подвижки есть. Если мы выберем, в принципе, их танковую дивизию, вот тоже убивать нам будет несложно. Ну да. И, слушайте, у нас кто-то пробивает. Видимо, здесь танки какие-то новые, какие-то старые. И что ж, давайте вы тоже сюда, вы потом попробуете вот так пройти. Ну, как минимум, мы уже размениваемся в плюс, на самом-то деле. Но я думаю, авиация на это тоже неплохо влияет. Здесь у нас от авиации плюс еще 5%, здесь у них минус 40%, кстати говоря. Это очень много. Минус 40% от авиации защиты. И я вижу, что мы пробиваемся. Следовательно. Мы давайте-ка вот этими ребятами вот так сделаем. Здесь сразу вот так. Ну и пускай. Постоянется расширять территорию. Здесь есть. И начинаем делать аналогичные вещи вот здесь вот. И они просто рассыпались. Что там, что здесь. Я думаю, можно часть еще войск отправить, в принципе, сюда. Здесь они уже пошли. Начинаем также здесь с атаки. Здесь через реку, наверное, не стоит атаковать. Но я думаю, стоит уже начать вот здесь вот. Попытки наших прорыва здесь нету, собственно говоря, танков. И поэтому должно все быть без особых проблем. И слушайте, здесь у них даже не прикрыты фланги. В принципе, что еще ждать? Их там ресурсов нету. Здесь мы пробиваемся успешно. Они даже ни одну дивидию не смогли заставить отступить. Танки возвращаются, но только чтобы быть уничтоженным снова. Отлично. И здесь давайте-ка куда нам нужно выйти, чтобы им саплайсы подрезать. Не так, что и далеко, но давайте начнем вот так вот путь, пожалуй. А сюда немцы пригнали вообще всю свою авиацию. Следовательно, нам что правильно надо прекратить здесь действовать. Зато вот здесь вот ее нету, и мы очень солидно пробиваемся. Нататки доехали наши все, и теперь, да, теперь все, конечно, стало в несколько раз лучше. Здесь мы смогли пробиться. Давайте сразу сюда. Вот эту армию. Тоже она пускай планирование там какое-нибудь набивает. А вот эти ребята пускай. Тоже, смотрите, сколько здесь дивизий, 12. Здесь 6. Окей, их некуда, да, засунуть по-нормальному. Нет, давайте назначим их вот сюда. А вот этих ребят отсюда все-таки тоже вот сюда отправим. Пускай они тоже набирают планирование. И занимаются защитой территории. А вот эти пускай... Вот здесь вот будут в всяких случаях прикрывать тылы. Здесь немец отступает. Здесь они, кстати говоря, пытаются контратаковать как-то нас. Но это все лишнее, я считаю. Здесь у них шансов не будет. Незабываемый сверху также поддерживает отступление. Где-то возможно вот тут одна дивизия на 220 ширины фронта. Конечно, мы такое немцам не простим. И здесь тоже, используя атаку с нескольких сторон, потихоньку пробиваемся. И здесь они не могут нас остановить. У них здесь немножко танков есть, но они все без организации. Так что удачи им с этим. И можем мы начинать вот здесь вот тоже пытаться уже атаковать. В принципе, здесь нету припасов уже много где. Поэтому нормально. И здесь тоже, да, все войска начинают потихоньку чувствовать недостаток. Ну а мы не стесняемся и продолжаем здесь наступление. Попробуем вот здесь вот сделать небольшое окружение, здесь небольшое окружение. И севера потихоньку поддавливать. Вот эту всю группировку потихоньку зажимая в клещи. И вот сюда армию перебрасываем уже вот сюда, потому что здесь нам так много не нужно. И продолжаем их душить, стараясь особо не останавливаться. Чтобы они не успевали нормально зарегинить мораль. И появляются у нас ИС-2. Давайте тоже их модифицируем по возможности. Еще мы потеряли чуть-чуть эффективности, но в целом должно быть умерено. Не забываем ресурсы дополнительные покупать. Кстати говоря, алюминия начинает не хватать. Это значит, что, да, наша производство самолетов все растет больше и больше. И там уже пантеры на поле боя. И они выглядят реально солидно, я бы сказал, по статам прям. Так что нам нужно побыстрее приходить к нашим вот этим вот 3-4-кам. Которые тоже будут очень серьезными. Ну и здесь тоже вот потихоньку провинция за провинцией. Вот здесь вот еще главное нам пробиться. Тоже мы сделаем небольшое окружение здесь. Здесь пока все более-менее остановилось. Мы сюда пригнали очень много танков. Причем, видите, очень много именно современных танков. И САУ там, там очень хорошие дивизии. Но мы не стесняемся по любой возможности атаковать. И вот мы еще исследовали Катюши. Я жду ОКУС вот этого, чтобы исследовать себе ИСУ. И давайте Катюшу вот здесь вот поменяем на новое. Что случилось здесь окружение? Меньше, чем я хотел бы. Но окружение все еще есть. Окружение все еще, оно конечно же прекрасно. А вот наши заводы подъезжают. Давайте дальше поедем. Бронтехника защиты. Скорость немножко потерпит. Так, артиллерия. Ага, дальше атака. Ну я думаю, надо пехоте защиты все-таки вкачать в следующем. И бежим мы уже еще одно окружение вот здесь вот делать. Кстати говоря, тоже получилось. Немцы в него сами перешли. Но, так и быть, мы их добьем. И пассивно продолжаем давить с этой стороны. Чтобы потом, когда мы подошли здесь, не было у них сил как-то защищаться. Здесь, наверное, перейти все-таки будет невозможно. Поэтому надо танками дойти до верха все-таки. Ну и здесь мы пока ждем. Хотя можем попробовать легонечко так вот попробиваться. Ну и вот здесь вот аналогично. Тоже танковыми дивизиями. Слушайте, ну здесь на самом деле все повеселее происходит. Настолько, что можно вот так вот даже будет сделать, попробовать. Эти дивизии все-таки давайте сюда пойдут. Будем сейчас восток додушить нужным нам. Да, здесь на танки хорошие. Тяжелые танки пошли сюда уже. Да, Германия начинает выкатывать жесткие уже танки. Благо, мы тоже не отстаем. И вот скоро у нас еще и 34-ки. Ладно, не скоро 100 дней. Но тем не менее, 34-ки, новая Механ. Все это нам очень поможет. А еще попробуем здесь на Севере-Ригу отбить. Не уверен, что получится. Но там всего три дивизии. Как бы шансы неплохие. Шансы реально хорошие. И да, наши средние танки очень солидно справляются с их дивизиями. Хотя, в ответ тоже получают много урона. Потому что, ну, их дивизии, честно говоря, тоже неплохие. Но, я думаю, шансы все-таки на нашей стороне. Черт возьми, пантеры реально хороши. Пантеры прям очень хороши. Надо поэтому пробить Ростов. Господи, там четыре танковые дивизии. И вот эти пантеры бы уничтожить. Зачем биться в Ростов, если... Точнее, в Запорожье. Если мы можем вот здесь вот пробиться. И, в принципе, этого будет достаточно, чтобы окружить вот эти дивизии. И мы сейчас здесь сколько... Ну, ладно, одну дивизию всего, да? Кажется. А, нет, две. Две пантерны дивизии. Ну, и несколько хороших пехотных и механизированных. Отлично. Не даем им вступать. Кстати говоря, мне не нравится. Почему-то вот здесь вот поддержка с моря не работает. Но, допустим, ладно. Ну, а вот мы и... Давайте, чуть-чуть осталось. Сейчас они в окружение попадут, они будут уничтожены. И да, здесь, черт возьми, много танков. Мне это, несомненно, радует. И вот оно, да. Окружение. И немецкие танки говорят пока. Германия выходит на потери 4,6 миллиона. Когда мы же от них 6,3. Я думаю, потихоньку их потери превысит наши. Я думаю, все-таки взяли тут. Так что добить бы все вот эти территории было бы приятно, честно говоря. Можно попробовать. Не уверен, что прям получится. Но... Канцы есть. Единственное, коллапс экономики потихоньку происходит, так сказать, медленно. Но идет туда. Поэтому я начинаю нажимать вот эти кнопочки. Надо было начать это, конечно, делать раньше. Но, как говорится, как время подошло, так и нажимаю. Потому что политики не хватало на все. Все еще не хватает. Так что да. Поменять все пятилетку надо было сто процентов. И вот они, тигры, тоже пошли в бой. Стоит нам остановиться все-таки. Да, у них начали появляться хорошие танковые единицы. Но, на мой взгляд, поздновато. Здесь мы сейчас тоже это окружение завершим. Я думаю, сразу вот так вот мы и пойдем до Рязани. Ну, слава богу, в Германии тоже падающая экономика. И тоже у них заканчиваются людские ресурсы. Причем уже начинают быстрее, чем у нас. Посмотрим, что они там изобретут. И это чудо готово. Окружение есть. Можем помочь танками, наверное, его подобивать. Пожалуй. В целом, я думаю, пехота должна тоже плюс-минус нормально с этим справляться. И здесь хорошее количество и танков, и механизированных единиц. Так что, ну, я этим доволен. Еще один очередной момент, когда можно подрагать наш опыт на доктрины. Берем здесь прорыв, аргу. Полезные вещи. И, господи, потихоньку, потихоньку мы становимся нормальной военной страной. С хорошей авиацией, с хорошими танками. С хорошей, мощной пикотой. И, конечно, начинают минусы некоторые появляться от наших очень агрессивных действий. Как раз таки машинки и тяжелые танки в минусе. Еще механ был в минусе, но, судя по всему, где-то он... Вот, 2400, нет, мы пошли в плюс механу, хорошо. Мы, ребята, 140 пантеры, если что, захватили уже. Есть ощущение, что под конец мы сможем сделать что-то типа... Где-то они вот так. Хотя, конечно, но... Да, слушайте, нет, вообще в один момент, возможно, и сможем. Здесь стат не показывается, но это ложная информация. Ой, мы отбили наши угольные месторожения вот здесь вот. Супер. Теперь нам не нужно его импортировать. Я чувствую, мы сейчас еще подальше пройдем. Вперед, у нас промышленность будет восстанавливаться, потому что здесь много было заводов, в принципе. Сотку, я думаю, какую-нибудь вернем. И ресурсы тоже полезно будем восстанавливать. Супер. И здесь, судя по всему, да. Невероятное окружение тоже где-то на 30-ку там изначально было. Готово. Че с ебалом, не мчурал, как говорится. Ну вот, догоняют. Было 4-6, стало 5-2. Мы только на 0-1 выросли. Можно апнуть наши винтовки. Мы получили новые поисследованию. Вопрос, насколько они лучше? Слушайте. Как бы... Слушайте, а защиты-то меньше вообще. Я что-то смотрю. А что, улучшается? Ничего не улучшается. Ну да, слушайте, так нахрена нам улучшаться? Оно типа дешевле, да, но... Мы, по-моему, в том моменте, когда нам нужны больше стата. Вот этот апгрейд, допустим, нам вообще делать не надо. Меньше защиты, меньше прорыв. Как бы... С чем нам такое надо? А вот, начиная наземная атака, да. Поехали. Так, возьмем вот этот, который поменьше. Подойдем поближе к декабрю-январю. Возьмем еще и вот эти штуки тоже. Теперь у нас оказалась куча дивизий, которые... Собственно говоря, некуда им деваться. Давайте вы пока пообучаетесь. Вы, я вижу, не очень... В темиях лучшее. И вы аналогично. Вот здесь нормальные дивизии. Здесь... Ну, слушайте. Я бы назвал, пойдут. И можно их переместить куда-нибудь вот сюда. У нас уже тоже самое было на юге, я их перемещал. Кстати, туда давайте переместим. Здесь у нас все плюс-минус нормально. Что ж, где здесь не сильно плотные линии? Вообще везде плотные. Ну, давайте еще на север дополнительные дивизии. Что нет-то? А мы возвращаем уже здесь тоже города. В Воронеж вернули. Сейчас Липецк вернем. И, в принципе, за реку немцев, я бы сказал бы, практически полностью отбросили. И смотрите. Несмотря на то, что вот это типа новее, мы вот это делаем не устаревшим. А вот это делаем устаревшим. Чтобы вот это приоритет имело. Потому что реально вот эти винтовки получше. И можно даже делать их поменьше. Мне при этом нужны вот эти побольше. И, ну, танки тоже я побольше и так уже здесь заказал. Пока военных заводов просто новых нету. И мы начинаем завоевывать воздушное пространство. Уже прям реально, так сказать. Две с половиной тысячи почти у нас истребителей. В Германии же 2900. То есть чуть поменьше. Хотя там есть, конечно, куча другой авиации. Но ей надо быть еще и запад удерживать. И восток. И тут где-то что-то еще им бомбят, я думаю. То есть вот видите, там у них авиация. Но большая часть здесь, конечно. Хотя истребителей я всех не вижу. Но нам уже хватает наших самолетов, чтобы победить. В крайней мере на востоке. И наш Рокоссовский едет на север. Вопрос только на сколько на север. Я думаю, вот до сюда он поедет. Будем сейчас начинать здесь наступление. Танки здесь нам, я думаю, уже в таком количестве не нужны. Вот этот парень куда-нибудь в свою очередь поедет вот сюда. А вот эти красные танки. Кусируют тяжелые танки вот здесь. Вот потому что здесь поверхности похуже. А здесь где можно побыстрее пройти. Пускай будут мои средние танки. Вот это пока что буду игнорировать. Пускай пехота просто защищает. И попробуем как-то вот здесь, здесь все клещи сделать. Более того, у нас еще одна среди танковая армия появилась здесь. И я закажу, наверное, еще даже больше. Потому что у меня средние танки просто, ну, владятся в нереальном количестве. Это вот с тяжелыми у меня проблемы. Я же средний, блядь. Ладно, вы этого не видели. Вот, потому что средних очень много. С тяжелыми побольше проблем. Но в целом нормально и там, и там. И начинаем мы вот здесь вот прорываться. В принципе, вообще с этим справиться может даже и только одна пехота. Я поздравляю, даже танк через реку мы сможем пробить. Тут еще и авиация, и флот. Авиация, конечно, здесь не сильно прям работает. Но нормально, помогает. И, возможно, да, окей, нет у нас запасов. Так что, как есть, как есть, пробиваемся. Танками здесь, очевидно, мы пробиваемся шикарно и будем продолжать наступать. Здесь танками тоже надо начинать боевые действия. И здесь вот так же только вперед. Начинаем развивать здесь наступление. Агрессивно забирая любые территории, которые нам здесь попадутся. Блин, как же эти игры все-таки сильны. Просто посмотрите на эти безумные стадои какие-то. Реально из космоса танки. Но мы пытаемся как можем. Авиация у нас тоже работает как может. Здесь у нас боев нету, поэтому давайте перебросим туда, где бои все-таки проходят. Вот так. Но здесь мы пока не видим особого сопротивления. Так что продвигаемся вперед. Ну и нажимать на свободу мысли политку все-таки, думаю, всегда стоит. Потому что одна бесплатная доктрина это, ну, слишком сильно, согласитесь. Просто только другое, что мы хотим взять. Наверное, танки. Это дает скорость, прорыв и организацию. Типа полезно. Это дает защиту, прорыв и противотанковую атаку с организацией. Это звучит самым нормальным, поэтому давайте именно это и возьмем. Вот здесь получилось окружение, хоть я его... Хотя как, частично планировал, но ожидал, что это будет чуть попозже. Но нормально. Идем мы сразу до Курска, чтобы обрезать им следующий пункт снабжения. Мы по ним примерно и работаем. Ну что ж, ловушка потихоньку начинает заклопываться. Здесь дивизии, видите, уже начинают где-то недополучать припасы. Ну, здесь еще пока есть снабжение. Но это временно. Все время мы вообще могли бы вступить уже на территорию Германии буквально вот очень скоро. Потому что в Прибалтике защиты у них нет. И видите, я занимаю уже позиции, которые, собственно говоря, были наши пограничные. Реально тут дойти до именно тех позиций, которые бы перед войной были, уже нетрудно. Из-за этой немецкой территории. Но надо, конечно, с этим вот разобраться перед этим. О, это тигры немецкие. Собственно говоря, депортируются обратно в Германию. Отлично. А вот апгрейд ПТО подъехал. Правда, фиксер на себя потерялась. Но у нас ее было много, поэтому хотя бы какая-то осталась. Пробуду 34-ки, механ и наши ИСУ, собственно говоря. А потом мы уже ИСУ-100 попробуем. Но это, опять же, не скоро. Это должно дойти время. И они нам нужны против тигров, которых пока очень мало. Вот. И учитывая, как немецкая промышленность сейчас получает урон, то я думаю, да, мы уже намного больше их производим, единиц. И чтобы вы понимали, мы уже все фокусы нужны нам сделали. Штрафные батальоны и народное оплачение нам уже, очевидно, не нужны. Поэтому начинаю делать морские фокусы. И потом объединять судостроительные заводы. Потому что, ну, почему, собственно, нет. Вот это все я делаю, чтобы получить верфи. Потому что во всех этих слетах мы будем получать верфи. Почему бы, как бы, нет. Ну, на этом, я думаю, можно серию подзавершить. Наша операция почти закончилась. Я думаю, в следующей серии мы уже добьем здесь немца. И, собственно говоря, будем торгаться в Европу. Ну, думаю, тут все будет достаточно просто. Большая часть немецких сил вся на востоке. Да, здесь еще на Виге есть некоторые силы. Но большую часть танковых дивизий мы окружили и уничтожили вот здесь. Здесь несколько раз. Ну, и здесь сейчас тоже будет солидное окружение. И механизированных войск, и моторизированных. И веже, и грандстрелки, и куча тяжелой пехоты, танков. В общем-то, немцы скорость потеряют очень много. 6,9 у нас, 5,5 у них. Думаю, после этого окружения цифры почти сравняются. А с вами, ребят, был Допгейм. Подписывайтесь, если еще вдруг не подписаны. Лайки, комментарии, все как обычно. И до скорых встреч. Пока.